Пришла телеграмма из Москвы, что мне надо садиться на самолёт и лететь. Ну вот, пришлось ехать. Но вообще были плохие условия. Погода, во-первых, потом самолёта не было. В результате меня послали в самолётик с венками похоронными только. Да, один. И туда я приехал, всё. И я играл. А над стоял гроб. Не было особенно видно, но я и не особенно смотрел. Помню только, что был, как его звали, Маленков. И у него было такое напуганное лицо. И я сразу подумал, ага, вот он боится, что его теперь убьют. Он же был фаворит. Но не дали места и не убили всё-таки. Когда я начал, педали не работают. Я говорю, ну я так играть не буду. Я сейчас, я взял ноты и кого-то попросил из оркестра, чтобы немножко поставили. И ноты подложил. Тогда стала работать более-менее прилично. Но я заметил одну вещь. Когда вот я это делал, на галёрке там забегали люди. Они думали, я, наверное, бомбу подкладываю. Мне всё было ужасно, там противно всё. Я только помню один отвратительный момент. То есть, с точки зрения музыки, конечно. Уже скоро 12 часов, когда будут уже выносить Сталина. Мелик Пашаев тележировал. И он начал опять шестую симфонию Чайковска. И как только началась разработка, там-дам-да-да-да-дам-па. И вот тут на самом неудачном, неподходящем месте вдруг прекращает. И там начинают духоворкестер. Тауна Марша Шопенна. Это такая была мерзость. Тауна Марша Шопенна.